м прийдет ул всем приветствуем аксон и это вторая часть нашего пайпер ю который называется не бы то граунта реванш в общем месте процент и все такое в этом духе продолжаем общем доигрывается это пайпер юж эту пайпер юшку и у нас осталось впереди три наверное чуть ли не самых интересных матчах матчей этого шоу ну первая очередь но и за титул за хардкорный титул попробует у нас сашки забрать обратно свой тайтл хардкорный титул естественно на зам точнее у вас сериус киллера вот как тарас сашки проект проиграл свой титул сейчас попробует его вернуть но не знаю сможет ли он одолеть этого дикого сериус киллера правда уже давненько не было каких то таких суперских событий с киллером как то не знаю ну защиты титулов там и прочего просто он дрался в основном сашке типа как фьют ведь у них вот но по моему даже чаще побеждал именно киллер хотя я могу ошибаться скорее всего я опять поторопился идти записывать видео не немножечко не подготовившись в том что я мог сделать короче не чекнул я опять голосовалки которые писали в группе перед ппвшкой и немножечко стыдненько но не то чтобы стыдненько но как то вот просто дима делал это все тело а я что-то забываю постоянно блин посмотреть голосование чё да как там какие-нибудь может быть факты по ваешке ну ладно я первый ходит сашке как вы уже видите еще очень интересно кем же я буду играть с киллером и либо же санчо то есть буду пытаться забрать титул или же отстоять по сути ммм кем бы я не играл у меня есть мотивация либо отстоять либо забрать титул поэтому у меня предпочтений никаких нет за кого играть но и опять же не факт не факт в том что за кого я буду гаммать тот победит сейчас посмотрим выход сашке состоялся теперь выходит у нас хардкорный чемпион второй титул он почему-то с собой не носит я не знаю почему ну ладно хотя бы этот с собой притащил титул за который будут они биться вот киллеру не хватает салютиков каких-нибудь когда он рукой так машет сзади там бам типа бам ба ну я сейчас могу чихнуть неожиданно я вот предупредил наверно впервые за последнее время насчет как-то отпадает это желание но если чё будьте готовы то узнаете как громко как чихаю так вытаскивает свой титул на ринг потихонечку в стиле дольфа зиллеры сериус киллер кстати у него я так понимаю ортоновского-то ничего нету я значит может спутал с каким-то рестором когда говорил что ну когда помните предъявы типа у меня были на канале выходом и я назвал сериус киллеров ну я написал но видимо не он хотя я чё-то не внимательно смотрел выход но больше у зиллера конечно от зиллера стоит так дабы и доблышны и хардкорный чемпионский титул но так скажем это овоешный хе не дабы 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 чё приставочка иди сюда я мог записать видос раньше ну как бы практически на следующий день и они на следующий день я же уезжал на выходы короче мог записать видос раньше но не вышло потому что у меня не работал чё-то игра мне не заходила из-за того что не было подключение к psn сейчас объясню так за кого не ну-ка я рестарт сорян я не выбрал я туда нажал так вот join и теперь выбираем кем мы будем играть я буду играть раз два три четыре пять я даже закрываю глаза когда вот так делаю отпускаем и это будем пытаться отстаивать титул ну что ж поехали гонка еще не пошел мы уже начали гаситься ой-ой-ой сашкеш это видимо серьезно за нас решил приняться приняться но надеюсь у него ничего не получится и вообще можно ли брать предметики это очень интересный момент на самом деле потому что показывать бой за хардкорный титул не имея возможности драться не знаю всякими предметами это немного странновато ну ничего сейчас узнаем все нифига себе короче у меня была такая штука что мне не заходило в psn я думал меня взломали у меня еще висела destiny как закачивающаяся игра хотя я ее не вообще никак не ставил ну мы вроде разобрались и все нормально вроде я вернул я перезагрузил роутер и все стало гуд вот и мы же хотели еще поиграть с чуваками в четырнадцатую часть поэтому если чё ждите скоро на канале но вчера опять же не вышло надеюсь сегодня получится записать и в общем все будет вот в юниверс зашел наконец-то хотя хотел его как уже сказал раньше выпустить не получилось ладно давайте посмотрим что там скажут комментаторы прикиньте нельзя драться предметами вот как это вообще вот матч за хардкорный титул объясните мне окей будем будем делать хардкор по-другому я знаю как но получится у меня это сделать или нет это мы с вами узнаем чуть позже блин еще рефери отсчитывает каунты это хреново бам close line думаете надо башкой правильно правильно сервис кидар я подтверждаю твой мысль так я буду прыгать скистать ты что они такие слоупоки на самом деле почему так долго прыгают люди это реально не круто подошел ко мне сашке а я три часа залезал хотя силы у меня были но и суперплекс получается у сашке на сириус киллере будем пытаться реверсировать чтобы хоть как-то я не знаю возвращать свое утраченное вот подобное преимущество ну правда как-то 50 на 50 пока деремся преимущества особо нет у меня вот на 10 процентов только кстати я только сейчас заметил что когда так бьете в клинче по роже чуваку проценты не прибавляются ну неважно сделаем свой мини суплекс конечно это не суперплекс но тоже прикольно на сашке и можно потаунтить эй е рефери только что зевнул вы видели ему скучно смотреть на наш бой ну и пошел в задницу ладно хотел сматериться не получилось эндзигири сашке в табло он на жопу ему наступил сейчас прям ванну с ногой а это на ляху на ляху ну ладно бам влабешник нифига он отлетает как от биг бута ну ничего а там некоторые чуваки писали мол что то непонятно у меня в юниверсе какие то части я не знаю видимо вы глупы если вам не понятно что я вам говорю ох неплохо сейчас был неплохо типа blackout окей эта игра называется о игра это прям называется так в игре и типа они пишут что ухожу там к другому чуваку на канал я не буду его озвучивать ну идите что я скажу если вы глупы и вам ничего не понятно что я говорю ну увы мне вас жаль так у меня есть сигнатурка нужно бы как то это дело вернуть у сашки есть камбэк у меня сигнатурка классно это серьезно бам реверсы все таки сигнатуру сигнатуру в натуре что ли он сриверсировал на ну как бы не на кузлайн но у него есть теперь нет это еще не сигна сашки делать нам суплекс схватив за приселя но все очень хреново ну сашки правда сил самого нету нужно вставать но сейчас будет нам пин делать нет не делает пин подарили сигнатуру просто так подарил я сигнатуру вот ему ой опять хотел сругаться ну ничего у меня есть новая сигнатура я попробую ее реализовать ща 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 и еще один бам рев ты меня бесишь иди отсюда стоп а какая вторая сигнатура ребаунд лариат это че нужно ага на канаты и куда дайвер ну драйвер окей стоять за угу 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 ну куда давай куда забацаем ну-ка 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 хорошо хоть сейчас не серверсировал сашки так эть 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 эх ех хорошо ух башка стала красным цветом у санчо я попробую залезть на что-то произошло но у меня реально зависло ладно я думаю что у вас тоже надеюсь это не такая же не такая же штука когда я играл в антил даун и у меня потом ну нормальная не записалась пришлось вырезать там что-то надеюсь тут ничего не будет такого так прошу вас миссия да почему ээээ так не честно ах кузнан и получает финишер сашки такая знаете некая интрига мне по крайней мере палевно нажимать что то и ошибаться хотел я его на стол закинуть создать некий хардкор но что то сашки против того чтобы я ему это делал это чё спаинбастер неплохой очень даже неплохой я бы сказал ну давай лезь сашки лежать лежать это как собаки говорите лежать дык почему так быстро встают вот вообще не вариант м не знаю чуть чуть затягивать и и прыгать на чуваков потому что видите как долго залезают и вообще не вариант ну не получится у вас нормальный прыжок а если вы будете прыгать так же вначале ну то есть когда вы легко залезаете на трумбаклу то просто ваш соперник будет реверсировать и вставать потому что вы его мало избили и как быть я не знаю как играть вообще как жить эту жизнь ну ка омг омг хорошо пощекотали за ушком сашки и сделали ему спир разбили баррикаду а чувак на стуле сидит и вообще насрать что происходит он либо глухой либо слепой как то он даже не повернул башку я бы вообще такой охренел я на рассосула такой стал твою мать твою мать что они делают ему насрать ну может быть он уже очень давно в сфере рестлинга ему действительно насрать на то что происходит оууу еее оуу еее я стараюсь показывать что-то интересненькое на семьсот семьдесят семь процентов блатной номерочек у нас номерок блатной три семерочки едет катит сериус киллер процент с ксивы с ксивой корочкой или что такое я не знаю не помню как то поется ой 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 реверс в сашке в бочину в бочину нам гасанул а я да пошел ты нахер ой что я промазал да хорош да да иди ты в задницу и сигну ему сигну бам хорошо ларят опять рэф я его схватить хочу для того чтобы закинуть его в турбаку чтобы сделать там еще мг момент но он просто как от камня от меня скачет что-то ты какой стандарт нет и он выиграет а сейчас это будет капец ну да попал черт тебе не титул ну это вот как вот смотрите вообще не серьезно так реверсируем бам башка его в ринг вставай еще покажу где раки зимуют схватить его ну как канатом канатом а есть мг момент здесь здесь видимо серия скиллера нету мг момента ну ничего есть ну хорошо что я не на него нажал уже сашки среверсировал нашу попытку привет ух ты аж сами на канат как-то лицом упали но сил не было на тот момент когда я сказал что нету мг момента и поэтому не проводился от серия скиллера этот мув ну ничего хотя нет что то потому что сашки теперь нас дубасит и проценты у него очень близки к соточке и он заработает себе сигнатура если он ее проведет то я боюсь что потом я хер вырвусь да что такое то все не получается у меня нормально замутить все а я ай прям в душу так это пошла сигнатура его а нет у него же другая вот вот эта сигнатура я не смог сделать залезь на на угол ринга что ли сашки пожалуйста пин на туре у меня нету слов просто ну сложно я не могу попасть в эту полоску это так тупо вообще да короче я не знаю что вы видели в видео какую часть вы не видели короче концовка боя блин она вроде записалась я не знаю я не смотрел вроде и не записалась у меня опять зависло как в прошлый раз реально на until down я не знаю что было когда в первый раз зависло когда я об этом сказал надеюсь там нормально все но во второй раз я точно думаю что по крайней мере повтор моментов и как празднует победу свою сашке не записалась вот только есть то что вы сейчас видите когда он уже вот так стоит с титулом опять же не знаю видели вы концовку боя или нет но это было грустно ну давайте играть дальше я надеюсь что не знаю жесткий диск или что меня не подведет и дальше все будет нормально оставшиеся два боя но этот был бой хороший но блин концовка это силы эти ладно давайте дальше на очереди у нас extreme rules матч вот здесь теперь уже можно стопудово брать предметы и хреначить друг другу табло и никакой рефери нам не помешает и не будет никого дисквалифицировать реально месилово должно здесь получиться extreme rules бой и будут доступны предметы как минимум это уже круто по сути матч rivalry вроде как сашке надеюсь никакой заставки не было типа выиграл титул и все никто там руки никому не пожимал потому что если это и было то я этого не видел у меня так же зависло все просто играла музыка это и все и типа хз что там дальше было вот ну вроде нет там судя по тому как все продолжалось заставки никакой не должно было быть что же будет здесь не знаю обычно либо олмар нападал на бэдгай либо бэдгай нападал на олмар на олмарадиму что будет ну через несколько секунд я боюсь даже предположить но ничего смотрим пока тут три часа загружается у нас этот бой я могу поиграться с губой депутат загрузилась сразу выход опять из зиглера что ли они вот это демаумра золотая дождь бомбом салютики пошли А не, это музыка кодировался, какой Дольф Зиглера, ты дурак вообще, Максон. Стойте. Ну да. Я сейчас тупанул. Ну да, правильно. Ой. Нифига себе, это я икнул так? Прикольно. Ладно, посмотрим за выходом Димы. Ну да, это музыка кодировался. Миррор вот это. Да-да-да. Короче, что-то тупанул и аж икнул. Видимо, кто-то вспоминал меня, ах, Максон бы видос сейчас запилил. Ну всё-всё. Ну, кстати, а тирка, вроде, другая, да, у Димы? Я ему поставил, наверное, тоже альтернативную, если она у него была. И вот так вот он вышел. Кстати, выход на пейпере в другой тирке, это круто. Когда вы выходите случайно там, да, в обычное, в обычное, а потом бац, ППВшка, и у вас что-то новенькое в одёжке. Это прикольно. Я всегда любил, когда рестлеры что-то новое мутили в своей одежде, хоть и незначительные там, да, какие-то изменения. Ну, там цвет футболки поменять, и отлично. Вон усины прокатывает нормально. Ну, сейчас там не только цвет футболки, конечно, меняется, но раньше было так. В основном. Первый вышел Олнер, и пока никаких событий уж таких, прям, чтобы вау, у нас не происходили. Помимо обычных выходов, которые должны быть. Второй уходит Бэтгай на этот бой. Артём Бэтгай херакнула молнией в рампу. И появился неожиданно, типа, у нас Бэтгай в раскраске Беларуси, я не знаю. Вроде правильно, да? Или нет? Ладно, я не буду умничать. Короче, Бэтгай выходит у нас на ринг. По рампе движется, я плохой парень, написано у него на маечке. И Бэггэ, ну, типа, Бэтгай, ну, можно что-нибудь поприкалываться, типа, Большая Груша, или, не знаю, что-то типа того. Биба, Кога, Биба... Короче, ладно, смотрим, короче, выход он... Ну, не знаю, что он делает. Он пародирует еще на Майклса. Вот. А такой вот текст, вот этот вот написан... Ну, шрифт, я имею в виду, на футболке, напоминает шрифт в этих, знаете... Приколы такие давно были в ВКонтакте, когда только, наверное, интернет появился. Когда на фоне, там, на каком-нибудь разноцветном, просто, типа, какая-нибудь смешнявая штука написана. На самом деле она не смешная, но зато шрифт такой забавный, типа... Или на открытках всяких ВКонтакте, там... Возможно, таким шрифтом пишут, но, типа, он поздравительный такой. Но написано сурово, я плохой парень. Но шрифтом таким странным. Это как это... Из газеты буквы повырезать и выслать кого-нибудь, я убью тебя, сволочь. Вот, что-то... Опа, заставка, заставка. Так. Гонг пошел, и... Минус рефери. Да он нам нахрен и не нужен, потому что у нас матч Extreme Rules по... Ну, по правилам Extreme Rules. Вот, если бы в предыдущем бою такое произошло, то было бы классно. А так, у нас в этом бое лежит рефери и нюхает обувь Бэтгайя, а нам это не особо, как бы, интересно. Но он уж прям обнимает его и, наверное, не хочет отпускать с места, пока он не очнется. Я не знаю, что с рефери, но давайте играть. Но кем же мы будем играть? Сейчас посмотрим. Прикованным к рингу и рефери Артем Бэтгай, или же Олмар, который попытался напасть на Бэтгая и случайно ухайдакал в табло бедного рефа. Будем играть Олмаром. Ха-ха, и добивать теперь вот этого парня. Ой, он реверсирует что-то. Прямо на рефа давай. Да нахер он нужен вообще, этот реф. Жопой прям ему на голову прыгнул. Только что на Бэтгай. Не, в натуре, эта заставка не очень уместна, потому что матч по правилам, как бы, Extreme Rules. И тут, в любом случае, мы можем делать все, что захотим. А уж рефери, ну, разве что пин нам никто сейчас не сделает. Я не знаю, сколько будет валяться рефери. Нового несите, пожалуйста. Дорогие, кого там звать-то надо. О, все. Просыпается. Проснись, спящая красавица, ты нам нужен. Ну, пока ничего экшенового не было, поэтому я говорю, что... Ну, не знаю, зачем эта заставка, как бы, так, для галочки. Типа, хотел по одному, получилось по-другому попасть. Но реф уже внимательно смотрит за происходящим на ринге. А я внимательно смотрю за программкой, чтобы она у меня не зависла, и комп вообще не завис. Потому что, блин, если опять пропадет счет, и я опять буду долго париться с выходом Юниверс, это будет хреново, отличный DDT пин. Ну, даже одного она мне не дает отсчитать бэдгай. Вот этот фьюд, я не знаю, закончится ли он после этого боя, или же будет еще долго продолжаться между этими ребятами. Но, на самом деле, это классный фьюд. У них постоянно какие-то заставочки на роу. Ой, на роу говорю. Даже на еженедельниках были. На ппвшке вот даже опять какая-то заставочка. Да и люди как-то вот в комментариях обычно подогревают между собой споры. Кто же победит? Вот. Ой, надо залезать на ринг. Ой, а я пойду возьму еще какой-нибудь предметик здесь. Что у нас тут? Так, нафига он там лестницу поставил? Она мне там не нужна совсем никак. Ну, ладно. Поставил так поставил. А я вот здесь вот хочу стол гасануть. Пусть тут стоит. Правильно? Правильно, пусть стоит. Я пошел на ринг. Куда ты идешь, эй? Ай, блин. Ты че, сволочь? Упс. Оп, оп. Типа промазал и ударил. Это обманка была. Вставай. Офига там чувак сейчас на трибуне как орал. Ох ты, сейчас прям так... Это че было еще? Сейчас там так отлетел... Отлетели кусочки пота, интересно. Ага, ты думаешь, ты меня ухайдакал? На! Плучик узнал. Вставай. Хорошо. И нужно потаунить после этого момента. Вставай, блин. Че развалился? Хорошо. Так. Ну-ка нюхни бодиночек. Отлично. Отлично, пока все идет. Но главное не сглазить, как я обычно... Угу. Как обычно и происходит. Ты че слышь? Так. Разбегаемся туда. И... DDT проводит он мне. Но вот это вот не очень такая штука. Всегда полезно запускать чела и пытаться поймать его на что-то. Потому что некоторые приемы слоупочны. Ух! Ай-яй-яй, германский сублекс. И не всегда ловите вы именно чувака, которого вы сами запустили. А он быстрее бьет вас. Это вот часто я замечал. Так. Сейчас мы его так доковыляем до канатов. Не? Не получилось что-то. Да хорош. А у нас реакция побыстрее. Мы бьем его быстро. Прям... Прям нифига себе. Быстро аж сигнатуру заработали. Но реверсирует каким-то образом Брат Гай. И... Проводя Russian Leg Sweep, он как-то нас что-то куда-то потащил. Но ненадолго, я думаю. Ну-ка иди туда в уголок. Че я могу тут сделать? О! Сигнатура здесь! Ага. Я ее подарил. Но как бы не подарил. Это очень интересный момент. Потому что... Я нажал сигнатурку именно. Ну-ка развернись. Ну-ка сигнатура. А ну поехали. Че это такое? Да ладно! Это офигенный прием. Я вот хочу, чтобы у Шейна Макмена в новой части был такой ОМГ, только еще с бочкой. Вот так же. Бам! В бочку. И это было бы реально круто. Но вот этот мув мне вообще всегда нравился. В рестлинге. Ну, в основном от Шейна Макмена. Конечно же, я его наблюдал. Но я думаю, что много кто, наверное, делал. Он хера знает. Так, сейчас попробую вот сюда его. Вот сюда. И есть ОМГ. Есть ли ОМГ у нас, у Димы? Ну, пожалуйста. ОМГ! Да ладно! Так, стол ни хрена не сломался. Мне кажется, я его сейчас сам с собой сломаю. Ой, через канаты. Нормально все. Как это так? Так можно... Мне кажется, если бы он в реальной жизни так прыгнул на канаты, он бы просто улетел в другой угол обратно. Смотрите, как он лихо ногу закинул. Вот это растяжка. Завидуют гимнасты даже. Ну... Так, отлично. Короче, опять у меня зависло. Я, блин, не знаю, что за хрень происходит. Это реально плохо. Мне надо, видимо, покупать новый жесткий диск. Я надеюсь, не очень много потеряли мы из этого момента. Ну, в принципе, вот он валялся. Я хотел сказать о том, что он словно отдыхает. И потом чувствую... Ну, у меня зависло. И чувствую, что джойстик что-то завибрировал. Видимо, у меня бэдгай уже начал квасить. Я поставил паузу и вроде... В общем, немного мы упустили. Блин, камбэк пошел. Я камбэк почему-то никогда не попадаю. Ну, типа, я нажимаю правильно, вовремя. Вроде стараюсь быстро, но... Мне постоянно его успевают провести. Ну, что такое? Вообще-то, его можно среверсировать? Я среверсовал сейчас. Увернулся от сигнатурки. И нужно проводить свою. Фак. И это... Это станер. Мы провели станер на бэдгайе. И... Теперь так словно... Ну, что собака? Кто теперь крутой? Ну-ка, чардж-финишер. А ну, не среверсируй. Пожалуйста. Нет. Хорошо. Бам. Что-то типа Систера Бегейла, я так понимаю, да? И пин. Раз. Два. Три. Победа Уолмара. Отлично. В принципе... Я не знаю. Я из-за этой вот залогованности не понял. Был долгий, быстрый бой. Непонятно. Но моменты были. На самом деле насыщенный. Даже в МГ-момент был. Причем, реально, если бы он так прыгнул на канаты... Он так улыбнулся перед тем, как сделать этот МГ-момент. Это было так забавно. Вот здесь, если бы он так прыгнул на канаты, он бы отскочил обратно. Вот. Бам. Его бы... Это было бы реально смешно. Мне кажется. Или я просто дурак. Эм. Ну. Нападает... Да ладно. Решил напасть Бэдгай на Уолмара сзади. И... Уолмар взял все под свой контроль. Выбросил за пределы ринга Бэдгай. И продолжает праздновать победу. Отлично. Хорош. На самом деле Уолмар. И он словно доказывает то, что он в этом фьюде лучший. Хотя вот я даже не знаю. Если просуммировать все предыдущие матчи и посчитать, кто сколько раз выигрывал, я даже честно не помню. Если Дима приведет эту инфу, не знаю, в комментах или еще где-то, то будет прикольно мне лично узнать, по крайней мере. Тоже в личном противостоянии среди них побеждал чаще. И вот здесь на Pay Per View решилось все победой Уолмара. Я не знаю, закончится реально фьюд или нет. Но это было прикольно. В начале заставка, в конце заставка. И везде кто-то пытался на кого-то напасть, но что-то не получалось. Что-то шло не так, как они хотели. Это на самом деле круто, но меня сейчас больше волнует то, что все-таки лагало. Я попробую сохранить от приставки. Итак, надеюсь, сейчас все будет нормально. Хотя, я презагрузил коп, но не уверен, что поможет все. Ну ладно, в общем, не буду пытаться впихивать сюда проблему. Но если опять же зависит, я не знаю, что делать. Такие матчи-то, блин, крутые моменты, классные. И все вот так вот криво, блин, записывается. Ну что ж такое-то? Ну, надеюсь, тут будет нормально. Матч Money in the Bank. Очень важный матч. И так как ППВшка у нас по правилам Money in the Bank. Кстати говоря, о ППВ. Что я решил насчет следующих? Пропускаем год или меняем просто правила последующих? Я решил поменять правила ближайших. ППВ, то есть, может быть, не знаю, сменить арену там, если можно, если я найду. Да, должно быть. То есть, сделать как? Сейчас следующее ППВ, Даб Даби играем. По правилам Money in the Bank тоже я поменяю. Потом я скипну эти еженедельники и сыграем, короче, с вами от Даб Даби по правилам Money in the Bank. Потом остальные начнем играть с еженедельников, но уже близясь к ППВ по правилам Royal Rumble, Элиминащий Чембр и Рассел Маня, соответственно. Ну вот, как-то так. Я думаю, что я должен успеть до конца месяца это все снять, хотя я сомневаюсь, что Рассел Маня, ну не знаю. Видите, еще траблы эти. Что-то постоянно в последнее время какая-то херня меня допреследует. Раньше тоже такое было. Ну, поехали. Матч шестисторонний, ладдер за чемодан. Правда, я его чуть не вижу, чтобы он висел. Первый выходит Фредди. Фредди мы уже видели с вами на этом Пайперю в предыдущей части. Поэтому до объявления имени. Представитель команды Funny Flowers, Good Guys или как там еще. Ну, так называют. Анонсер, Good Guys и проще. Ну, я, видимо, так ставил, не помню. Это у нас был Фредди. Кто выйдет дальше? Пожалуйста, нам покажите. И следующий выходит его тактимовский партнер. Это Фредди. Это Джеки. Ха-ха-ха. Фредди вышел, Джеки выходит вторым. Босичком. It's clubbering time, кричит, наверное, он в стиле, 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 стиле. В стиле симпанк, конечно же. И пропускаем выход. Два участника у нас уже появились на ринге. Дальше осталось четыре. Who's next, как говорится. Ой, ёп. Так. Надо выйти, наверное, из... Всякой херни по типу. Че у меня... Так, комп, пожалуйста, не надо лагать. Эээ... Человек номер три... Выходит... Человек-молекула! Да ладно, не Человек-молекула. Конечно же, это... Это че еще было? Он как будто сидел на коленях. Какой? Куда? Куда вы меня приглашаете? Вульф. Вульф Пэй выходит на следующем. Эээ... Номер три. Участник номер три тоже я не буду смотреть до конца. Пропускаем. Так. Я повыхожу из всяких штук, чтобы мне не мешали. Потому что, мне кажется... Это тоже влияет. И, блин, тут какая-то херня. Че? А! Брр! Нееет! Зависло. Кто-то выходит дальше. Я не вижу, кто. Потому что у меня... Слышно только звуки. Так. Джон Джонс. Кто же это может быть? Эээ... Слышу стандартную музыку. Я не знаю, кто это. Эээ... Без понятия. Ну, это кто-то. И, короче. Вот у меня опять все зависло. Но я думаю, что записывается у меня голос с микрофона. Картинка не записывается. И я картинку вставлю... По крайней мере, попытаюсь сохранить с PS4. Там максимум 15 минут. Я не думаю, что будет идти 15 минут. Поэтому где-то минут через 10... Наверное, даже не 10, а через минут 7... Я... Ну, как бы... Приостановлю. Сохраню. И дальше будем играть. Но это, конечно, капец. Такими темпами записывать. Короче, кто-то там выходит. Я не знаю, кто это. Пропускаем. Подстава, конечно, жесткая. Потому что, блин, осталось всего 3 боя сыграть. Важных очень боя. А у нас такая вот запарка здесь. Ну и что теперь делать? Я не знаю. Кто-то выходит следующим опять под дефолтную песню. Ну, со стандартной у нас, по сути, выходили... Весторм, представители Ассеншена. Кто у нас в Ассеншен состоит? Сейчас скажу. Бейкер, Бэтгай, Серджу и Алекс Брукс. Алекс Брукс, наверное, сейчас выходит. А до этого, скорее всего, был Кузьмин. Мне почему-то кажется, что Кузьмин... Потому что у него тоже эта дефолтная тема играет. И, наверное, даже выход стандартный там был. Я не могу быть уверенным на 100% в этом. Но мне кажется, что это так. Я вообще надеюсь, что у меня хотя бы записывается голос. По крайней мере, как бы, картинка точно нет. Голос, да. Ну ладно, кто-то выходит. Если что, прокомментирую заново видос просто. Который будет этот. Спейс 4. Напрямую сохранен. Ну что такое-то? Когда я уже картинку вижу? У меня бесит черный кран. Но я буду ориентироваться по звукам. Кто там следующий? Опять со стандартной песни? Да хорош, уже третий чел. Ну ладно, значит, был... Слушаю. Russian Superstar. Вот кто это может быть? А хер его знает, кто у нас там будет. Может. Я не помню даже, кто из участников вообще... Должен появиться там. Ну ладно. Russian Superstar. Окей. Ну может быть это... Тоже не... Кузьмин. Хм... Интересно. Ну да ладно. Мало ли еще. Интересно, неинтересно. Мне главное, чтобы сохранить, можно было видос этот. Выходы, кстати, не главное, да? Вы сами понимаете. Главное, это бой. Бой, бой, бой. Морской. Вот до этого точно выходил Кузьмин. В этом я могу быть уверен. И все. У нас состоялись все... Состоялись все выходы. Интерпромоушенал матч. Ну, я так... В тот раз решил, что это матч просто как бы... Ну, тематический типа. Как имеется ввиду. И... Сейчас... Посмотрим всех участников. Так. Фредди. Вышел первый. Потом Джеки. Потом Вульф. Потом выходил Самонин. Потом выходил Брукс. И последний Кузьмин. Вот в таком порядке выходили люди. И... Я надеюсь, что бой запишется. И все будет нормально. Давайте стартовать и выбирать, с кем мы будем играть. Ну, давайте, короче, выбирайтесь. Поехали. Генератор. Генератор пошел. И мы будем гамать в этом матче за Джеки. Несмотря на то, что в этом Pay Per View он уже был, я буду пытаться все равно затащить им. Но обычно ладер матчи долгие матчи. И как будет складываться этот, я не знаю. Хватит ли мне записать все это дело. Короче, посмотрим. Суть, естественно, я думаю, понятна Забрать чертов чемоданчик, который висит вверху Никаких пинов, никаких сапмишенов Это все бесполезно Главное снять хренов кейс Залев, залев, при, залез в цену Короче, надо залезть на лестницу И так все понятно Я думаю, не первый день люди смотрят рестлинг А я Так, вы там посматривайте Чуваки, кстати, оба в красных штанах Я думаю, они в одной тиме Или просто на одной распродаже были Но они там дерутся, кстати говоря Вот один улетел, и нужно следить за Самонином Потому что в этой чертовой игре, в этой чертовой части Очень быстро снимается чемодан на самом деле И как бы, бам Нужно вот так вот бить людей Иначе они реально быстро снимут кейс Нужно быть аккуратным А я Ну ладно, займусь я, пожалуй Чем-нибудь другим А что за мной идешь-то, я не понял Ну ладно, видимо, он шел не за мной Я так, опа Бам, на ринг и дабл хит получился Двоих чуваков Зацепил, ударил Ты в натуре прыгнуть хотел? А почему я по нему не попал? Это тоже двойной прыжок совершил Напрыгнул вроде на одного Но и цепанул другого Ой Ну, тактимовского нашего партнера Я не знаю, надо бить или не надо Как бы Ну как-то быстро так залезает Нифига себе Тут так люди подразделяются Буквально на пару Ну типа Джеки и Фредди Понятно, тактип Потом два чувака есть в штанах В красных Ну и остается, что Кузьмин у нас С... Кто это? С Вульфом С Вульфом Пэем На, уже рожу расквасили Джокеру нашему Никите Кузьмину Теперь он Теперь его лицо еще приукрасилось Неким цветом Конечно Как рот, можно сказать, но Чуть-чуть не так Это естественная краска, короче, поперла уже Поверх неестественный Слишком много народа Что-то как-то на лестнице Ой, на ринге На ринге Я уже что-то путаюсь У меня же башка поехала Да иди в задницу Валентин Ты что? Мутишь что? Я же, блин, играю Нахера меня приглашать в какую-то хрень Пошел я возьму что-нибудь Я так понимаю Словно приглашаю в эти Хреновины Людям что-то дается с этого Я не знаю, ну нафига Ай, ладно Меня постоянно поражали люди Которые меня куда-то приглашают Когда я во что-то играю вообще другое Ладно, в рестлинг Когда я в рестлинге Понятно Но все равно бесит Понятно, что я записываю Я почти не играю просто так Ни с кем Ну, не в том смысле Что я только за деньги Я вообще не играю ни с кем Там редко и бывает Со Славиком и то Сейчас вообще ни с кем не коннектируется Вот в рестлинг точно Я ни с кем не играю по сети Так что можете не париться Мне даже и обычных чуваков не находят Если и находят То у нас не грузится Может во мне, конечно, дело Я их хер знаю Но что-то какая-то фигня вообще С кем-то коннектит, с кем-то нет Ох Неплохой DDT еще было Я думаю, можно назвать это DDT И Вульф Ставит лестницу Но думаю, что Бесполезно вообще Ставить в такую ситуацию лестницу Вот сейчас она А нет, не слетит Не слетит Я Нет, не полезу У меня, кстати Почти Сигнатура есть Вот у Фредди Вообще есть финишер Если он снимет, кстати, чемодан Я не буду расстроен Потому что он мой тактимовский партнер Но Побеждает сильнейший Иди нахер Ха, я его быстрее бью Ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Ой, летим вниз оба Как это символично Тактимовские партнеры Летят вниз Жопой на карниз Ох ты, неплохая Пауэрбомбочка была еще От Самонина Бам Все прыгают Солетают Хух, трэшак Давно не было Таких у нас матчей На канале у меня, по крайней мере И финишер Бам Минус один Не вырубили мы Алекса Брукса И он ушел отдыхать Клоузлайн Неплохой от Самонина Пытался ему что-то сделать Но он что-то среверсировал Ох ты, супер кек А кстати у меня была сигнатура А вот теперь финишер Ох, как он отрикошетил И все с ним нормально стало Вот и наш финишер подоспел Можно было его конечно сэкономить Для более позднего случая Там, я не знаю Что-то тут ничего нет Окей Смотрите как забавно лежит Самонин Словно телку обнимал Ну, ладно Скинули у нас Джокера нашего Так Фредди, пожалуйста Повнимательнее там Будь Я хочу сделать спир Да куда ты его ловишь Ну, ладно Ну и пошел в задницу Да че меня-то Я вообще хотел ударить тебя Брукс Так-то Зачем ты бьешь Меня А, ну да Наверное, потому что я хотел ударить его Фредди, Фредди Спасибо, что помог подняться Приятель Ты че мутишь Финишер Он мне делает финишер Вот так вот, да Значит, ты со своим тактимским партнером И Ёпт Нифига у меня сколько полоски отнялось После этого момента Я среверсировал что-то у Кто это? У Вульфа И теперь у меня есть финишер Я хочу отомстить Я хочу сделать финишер Теперь на Своем Дружке Привет Получай Найкбрейкер Такой некий Что-то странное Сейчас сделал Вульф И просто лестница уехала Уехала во своясе Едет она на родину Корешам В общем, видимо Германский суплекс От Кузьмина И есть сигнатурка у него Ёпт Мля Так, вставай Мне нужна твоя одежда Give me your clothes Так, берем лестницу Ставим лестницу Поправляем лестницу Поправляем лестницу, я сказал Лезем по лестнице Ага Ля-ля-ля Эй, лезь Ля-ля-ля Далеко залезли Очень весело Довольно-таки неплохо Мне очень даже нравится Так Вставай Джеки, плис Бам Неплохой прием Такой измена сейчас был Хотя это и обычный Но мне что-то понравилось Вообще нравки О, сейчас 3 часа будем залезать Но будем надеяться Что на кого-то я смогу прыгнуть Так, минус 1 И я лечу Ми-и-и Ау Фок О, а я Мне кажется Это было больно Самому себе Капец Иди сюда Я Растяну твою спинку Ох, хорошо Растяжка действительно неплохая Так Пытается самой поставить лестницу Но что-то не то О, и я тебе Бесплатный массаж Бесплатный массаж А это ему же, да? Ох, получи Ох, хорошо Отлично На тебе Такой прием Ты че хочешь Так, ты че хочешь Я сказал Это мой Ладно, забирай его Ой-я Так, хорош Ага Ага О, о, о Что вы рискует Вообще Чуваки Делят красные штаны Они дерутся за них Видели только что Сейчас дрались Так, меня выкинули Вообще за пределы ринга This is not cool This is not cool idea Так, все Я на ногах Я здесь Я в игре Я со стулом Лови Ха-ха Га-ха Фредди, давай лезь Я реально хочу Чтобы кто-то хоть Стырил этот чемодан Если это будет Фредди или я Это будет круто У-у-у Фредди разбилось лицо У-у-у Алекса Гбрукса Разбилось лицо У-у-у Меня не разбилось лицо Это все сделал Человек с разбитым лицом Это был Кузьмин А ну вставай Джеки, плиз Джеки, плиз Вставай, давай Нет Только не Кузьмин Ты хоть Ты только никто Кроме меня Только я должен снять Вы что тут, ребятки, мутите? Ох Можно я залезу? Эй Что ты делаешь? Какой же лун Отстань от меня Да ладно Это что? Брукс, ты что мутишь? Сигну что ли? На туре походу Ээээ Салтикросс Ну ладно Айо Нифига Дикий, дикий Брукс Кто-нибудь Помогите ему Или мне Лучше мне Айо Прям чувствую эту боль Через джойстик Долго, я думаю, реально будет Тимахач Я помню на стриме Такое сказалось Сейчас я быстренько Рестлинг сыграю Каточку и пойду В какую-то игру проходить Не помню какую Ага И я, не знаю Минут 30, наверное, играл точно Матч Ладдер Там был Оп Самонин мимо Оп Я тебе сейчас что-нибудь сделаю Нет, ничего Сайт Виндов Ченч Виндов Ченч Виндов Ченч Не помню У Самонина Сигна У Самонина и Сигна Уапа-па У меня нету ничего Тра-ля-ля А нет, сигнал у меня тоже есть Я ее сделаю на Бруксе Брукс, Брукс, привет Эй, йоу Посмотри на меня Бам Эй, Фредди Сразу тут-то Тук-тук-тук Тут Как тут Налетает на меня Словно я Мед А он пчела Что за хрень У меня этот торшак Просто как-то мозг мой разбавляет Опять Кузьмин полез Кто-нибудь скиньте этого клоуна Не, ну как бы Не обидно должно быть Нифига себе Брукс, выше прыгать надо Ох, как он улетел-то жестко Что такое, о-май-гад Кто что делает Нет Не надо меня бить А я Словно жопой на лестницу У меня скинул просто Это что, опять салтикросс? На, получи Спайнбастер Спасибо Ты так любезен со мной Вульф Вульф, Вульф Что ты делаешь? Ааа Быч 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 Это как в Mortal Kombat Будьте был Джексон Это, да? Или Джекс Какого-то Он просто брал Гачо Дыш 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 Лупасил так Я помню на Сеге, когда гамал Джекс Давай, вставай, Джеки О, Джеки, как Джекс Ты так должен дубасить всех Маскмен Ой, там чувак Чувака лестницы завалил Он не может вылезти из-под нее А можно я беспально залезу? Вот как с Амонин Прям так же Не, ну его заметили Его заметил Брукс Нифига себе Приемчики какие тут мутятся Там кому-то молится Что-то делает Непонятное Нет, куда ты? Даже залезть не дали Капец Оп, реверсируем Опять что-то Что-то я стырил Опять у Вульфа Прикольненько Дай я тебе что-нибудь забацаю Смотри, как надо Ага Ладно, как не надо Ааа Вылетели Спайнбастер прямо на стул Хорошо Довольно-таки неплохо Очень даже хорошо Мне очень нравится Ну У всех столько вот сигн там всяких И да, и прочего У меня вообще два финишера Привет Да ты че у меня Икрал его Ну-ка, кто-нибудь Поставьте лестницу Спасибо Спасибо, мой дорогой Я полез Никто не заметит Пожалуйста Кузьмин, Кузьмин Уйди, иди погуляй Кыш Кыш, мама за хлебом тебя отправила Я слышал Ух Да че такое Да ладно Это как Это как так-то Ну, ребятки Это как так думал как поворачиваю башку чуть правее смотрю чувак на канатах сидит думаю что такое а ему там на брейкер мутили фредди фредди тащи-тащи давай два чувака летят вниз это все брукс вам намутил такую хрень что со мной происходит я кого бьюща овощи на него прыгну а чё не умею так спасибо за лестницу класс еще не выкинул вот когда такой трешак происходит вот как-то вот это жестяка на самом деле right here right now привет ку-ку можно я полезу но я беспалевно но пожалуйста никто не замечайте меня не смотрите на меня не смотрите на меня я здесь один я тянусь за чемоданом там никотин давай давай вниз там уже был пул вниз я думаю если бы я нажал вниз он бы стянул чемодан но в последние секунды меня скинули я не знаю какой засранец это сделал но это было не круто так или реверсируй пожалуйста пожалуйста реверсируй о и не надо бам нифигану в песочу иди сюда друг это так круто еще было реально крутой мув я типа он от моего удара нагнулся а ему тут же стулом прилетело это реально было осом сделали бы мг какой-то вот когда вот так вот стул торчит да и вы нажимаете и бац омг этом нога ломается нахер пополам вообще на стул и так хрязь но не не получилось так мне нужно стопануть так я думаю можно продолжать играть принципе я вроде поставил сохранить и у нас типа там как 15 минут или чё-то типа того должно будет сохраниться надеюсь никаких разрывов не будет я не знаю как там все это дело записывается ну ладно посмотрим так отстань ухты я как треверсировал еще прыгнуть прыгнуть ему в лицо прям да перелетели как можно вообще перелететь в такой ситуации чувака я не понимаю а я самонин завладел лестницей и продолжает всех квасить королесить и убивать по моему же рожу всех почти разбито вот у меня только не разбито эти гельс прием у меня есть сигна очередная но нету сил нету сил всегда персил нету сил всегда персил так что ты здесь лезть и лезть идешь я словно бежать сейчас соберусь собираюсь а чё он сидит то ли что с тобой джеки 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 о прямой путь прям вот знаете передо мной прям лестница никого нету и и вот прям прямой путь не трогайте меня вы не трогайте не трогайте меня есть отлично там вот смотрите вот так остановить посмотреть трешак происходит да чувак один другого крутит прям не знаю какой-то харлем шейк и пацан с чемоданчиком гигигигиги это просто нужно было песенку спеть из 90-х не трогайте меня вот это вот отлично я справился со своей задачей в таком сложном матче я удивлен я реально удивлен и прям супер-супер поражен да я в ахере вот вот что я вам скажу джеки в сегодняшнем бои чё там у них так тим был я чуть не помню это давно было для меня как бы это же ппв но это было для меня давно ладно джеки завладел к титулом и ой титулом титулом еще рано но смотрите вдруг я поспешные выводы сказал ну типа вдруг он потом заполучит титул интересно за какой кстати он будет биться с кем сашки или с киллером за тот титул по идее за главный значит сашки ну фиг знает посмотрим вроде сашки главный если я не ошибаюсь хардкорный что делаю я сейчас я сейчас выхожу отсюда скоро у нас возможно будет кэш не знаю money in the bank правило и все такое сейчас у меня есть несколько вопросов к вам и к себе я на них сам отвечу попробую для этого мне нужно посмотреть карт на след нет карта следующий шоу можно не смотреть ну так для вида просто смотрите голда стоит против эрико ровно кивенэш против руси все неинтересно вайт и харпер это вот тем более мне уже бесит аксель фанданга экстрим руси райварри и вот сильно и lessner все это скучно все это не интересно это мы не будем с вами играть знаете что мы делаем смотрите нитарма миндзе bng это у нас джеки ля-ля-ля-ля-ля заходим в календарь скиплые 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 это ставлю на правило мании the bank играем далее а это играем это играем это играем это играем это играем здесь я меняю с правил маниевый нтп на правило Роял Рамбла. Дальше. Играем, 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 играем. Здесь тоже Роял Рамбл. Ну и поехали дальше по накату. На этом мы все дело играем. Здесь будет вместо Саммерслама правило Экстрим, ооо, Элеменшн Чембер. И потом следующий месяц вместо Найт оф Чемпионс играя опять же все эти вот еженедельники я ставлю Pay Per View по правилам Реслмании. Вот так мы и закончим наш Юниверс в 15-й части. Ну там уже реально подоспеется 16-й. Я даже думаю я могу не успеть все записать. Учитывая какие траблы сейчас меня настигают. Но на сегодня все. С вами был Максон. Сейчас я буду пытаться как-то все смонтировать. Очень жопно это. Потому что я сохранял раза три. У меня зависало раза четыре. Я не знаю как я сейчас все это склею. Я постараюсь все сделать для вас нормально. Ну и правило в конце. То что я сделал с изменениями в Юниверсе нашем я объяснил нормально. Если вы не понимаете и после этого захотите свалить на другой канал Welcome. Всем спасибо и еще раз пока.